Вот такая я сегодня лохматая. Добрый вечер, мои дорогие. Речь пойдёт о допустимых границах в общении с людьми и родственниками в частности. Дело в том, что у меня есть выпуск, который называется «По зракам», где я говорила о том, что есть такие категории людей, там конкретно взята в оборот категория мужчин, когда мужчина настолько не расставил свои границы, за которые нельзя заступать бывшей жене, новой жене, родителям, родителям бывшей жены, детям. То есть всегда должна быть граница допустимых. К примеру, вот пришёл ты, пожалуйста, на супругу или на супруга, а отец вместо чем дать дельный совет ребёнку идёт бить морду или наводить свои порядки. То есть приходит и начинает наводить свои порядки, нарушая границы твоего мужа, твои границы. То есть иначе как себя ведут. Или там развелись родители, и один из родителей собирается создавать новую семью, а ребёнок препятствует и всячески эгоистично относится и к родителю, и к новой семье, и к новым детям. Ревностно очень. То есть эту границу нужно воспитывать с самого детства. То есть есть определённое «но», есть определённое «нельзя», есть определённый «стоп», за который переступать нельзя. Потому что детям мы частенько, особенно вот в плане детей и любимых людей во время брака, позволяем многое, не задумываясь о том, что однажды этим людям придётся сказать «стоп», «остановись», это недопустимо. И, естественно, если люди привыкают к будущим, бывшие супруги, токсичные родители, невоспитанные эгоистичные дети, если они к этому слову не привыкли, или, к примеру, привыкли к слову «стоп», но всё-таки при определённых обстоятельствах можно заступать за ту или иную границу, то с возрастом, со временем это всё труднее, эту границу держать в обороне и труднее объяснить, когда всегда было «можно», всегда было «но», а теперь «нельзя». Это очень сложно. Вот об этом речь.